Добрый вечер! Сегодня воскресенье, 22 октября. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Черепенин. Коротко о главном. Праздник с византийскими истоками, но наиболее чтимый в нашей стране. День покрова Пресвятой Богородицы отметила Русская Церковь. Святейший Патриарх Кирилл посетил с однодневным визитом подмосковную колонну. Центральным событием поездки стало освящение Троицкого храма. Торжественным богослужением десяти архиереев в Челябинске состоялось прославление священномученика Василия Носова. Архипастрия, исполнявшего свое служение в годы ярого богоборчества и внутрицерковного раскола, увековечили на Пензенской земле. Теперь более подробно об этих и других событиях. В праздник покрова Пресвятой Богородицы Святейший Патриарх Московский Евсея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Верхней Церкви Покровского храма, одноименного Ставропедиального женского монастыря у Покровской заставы Москвы. Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире нашего телеканала. Трансляция была также выведена на большой экран, установленный на территории обители. Праздник Покрова – русский праздник, хотя событие, в честь которого он установлен, произошло в Византии, но в календарях других церквей его нет. И это не случайно, потому что вся наша история связана с чудесами, которые исходили от Божьей Матери. Наш народ на протяжении всей истории чувствовал любовь Пресвятой Девы. На основании своего исторического опыта, опыта общения с Богоматерью, на основании многочисленных явлений ее любви к нашему народу, к нашей стране, и утвердился, в народе и в церкви этот замечательный праздник, который никак не запечатлелся в религиозной жизни византийцев, но стал очень значимым в духовной жизни Руси. По окончании литургии было совершено ословление. Затем игуменья Феофания Мискина приветствовала Святейшего Патриарха и преподнесла икону Покрова Божьей Матери и букет белых роз. Предстоятель Русской Церкви обратился к прихожанам с первосвятительским словом. Покров – это символ, это образ защиты. Покров – это не продакционизм. Царица Небесная от этого ничего не требует, ничего для себя не просит. Покров над нашей страной не требует от нас ничего, кроме одного. Мы не должны отрекаться от той, которая этот покров над нашей землей простерла. Мы никогда не можем и не должны отрекаться от ее сына. Мы должны хранить веру православную. Вот единственное, что требуется от нас в ответ над простертом над Россией покровом Пресвятой Богородицы. Покров – это символ любви Богоматери. Это символ ее заботы о всех, кто обращается к ней с молитвой. Но любовь предполагает взаимность, заметил Патриарх. И единственным нашим ответом на любовь Богоматери должно стать хранение православной веры, которая сформировала наш народ. Обращаясь к Господу и Его Матери, мы должны спрашивать и благословения для жизни нашей, для Отечества нашего, для народа нашего, и таким образом сохранять живую связь с Пречистой и Преблагословенной Девой Марией. Под подокром и под покровом ее, и продолжается дальше историческая жизнь народа нашего и бытие нашей Церкви, несущей величайшую ответственность за духовную жизнь народа, а значит и за его подлинное благополучие здесь во время земного жития, но более всего за благополучие в жизни вечной, которое означает не что иное, как наследование Божественного Царства. В дар обители Святейший Владыка передал старинную икону Воскресения Христова. Затем состоялось вручение церковных наград во внимание к помощи Покровскому монастырю. В прошлое воскресенье Святейший Патриарх Московский Всеруси Кирилл посетил с однодневным визитом город Коломну Московской области. Предстоятель Русской Церкви совершил чин великого освящения возрожденного Троицкого храма в историческом городском районе Щуров. После посвящения в храме была совершена Божественная Литургия. Патриаршее Богослужение транслировалось в прямом эфире нашего телеканала. За литурги и его святейшество сослужил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел ряд других архипастерей и духовенства Московской митрополии. В храме помимо горожан представители власти, строители и благотворители собора, игумени и монастыри Коломенской епархии, православные молодежь, воспитанники Православного детского социального центра, приюта при Троицком храме. В храм из-за многолюдства смогли попасть не все, поэтому Патриаршее Богослужение транслировалось на экран, установленный на Церковной площади. В этот день были освящены три престола храма. Центральный в честь Святой Живоначальной Троицы, Северный в честь введения во храм Пресвятой Богородицы и Южный в честь святителя Николая Чудотворца. История местного Троицкого храма берет свое начало с конца XVI века. В те времена церковь представляла собой обычную избу с маковкой и крестом на крыше. Строительство неподалеку каменного Троицкого храма, начатое в 1891 году, завершилось спустя 9 лет. В 1929-м церковь была закрыта и разорена. В советское время в церковном здании, сменяя друг друга, размещались театр, пекарня, склад, гараж. В 1991 году здание полуразрушенного храма было возвращено верующим. Была проведена реставрация к столетию освящения Дома Божия и роспись храма. По завершении литургии митрополит Павел приветствовал патриарха и преподнес его святешеству икону Святой Троицы. Здесь в этом приходе действует школа общего образования. И, конечно же, основной акцент делается на духовно-нравственном воспитании евангельском. Здесь проходит реабилитацию дети, которые имеют физические дефекты, недостатки. Их около 30-29 человек. Другая школа тоже 29 человек. Это люди, которые нуждаются в посторонней помощи. И вот здесь множество таких людей, которые, кормляя этих людей с дефектом физическим, проявляют к ним свою подлинную любовь. Доброделание должно быть нормой христианской жизни, так же, как и участие в таинствах церковных. О причащении святых христовых тайн, которые воскресный и праздничный день должно охватывать всю общину, сказал в своей проповеди патриарх. Ведь литургия и совершается для того, чтобы все мы причастились, а не для того, чтобы мы постояли, свечку поставили и ушли. Предстоятель призвал к тому, чтобы причастие стало неотъемлемой частью жизни каждого участника богослужения. Когда мы живем как евхаристическая община, то есть община, в центре которой совершение таинства Евхаристии, тогда это не только исцеляет наши недуги душевные, телесные, помогает решать какие-то семейные проблемы, преодолевать трудности, с которыми мы в жизни сталкиваемся, но это помогает также и укреплять наше единство во Христе. А единство во Христе актуализируется, еще раз подчеркну, в таинстве святой Евхаристии, а выражает себя в нашей личной, семейной и даже общественной жизни, где, не забывая о своем христианском призвании, мы живем так и действуем так, как научены Господом и Спасителем. Но человеческими силами осуществить это невозможно. Обязательно где-то спотнешься, где-то с пути сойдешь, да мало ли что происходит с нами. А вот укрепляемые силой благодати Божией, через причащение святых христовых тайн, мы обретаем такую возможность реально сопротивляться греху и получать прощение наших грехов и беззаконий, а значит и освобождать свою душу к принятию божественной благодати, которая нас и спасает. В дарного священному храму святейший патриарх передал список Феодоровской иконы Божией Матери. Затем состоялось вручение церковных наград, помогавшим в восстановлении храма Святой Троицы в Коломне. В праздник святителей московских святейший патриарх московский в Сеаруси Кирилл совершил божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве. На литургии пел сводный хор делегатов Международного съезда регентов и певчих Русской Православной Церкви. А собор архиереев на богослужении совершил архиерейскую хиротонию председателя финансово-хозяйственного управления московского патриархата Архимандрита Никандра Пелишина. Святители московские Петр, Алексей, Иона, Макарий, Филипп, Иов, Ермоген, Тихон, Петр, Филарет, Иннокентий и Макарий. В разные годы они восседали на московском престоле, будучи первыми по чести и по ответственности сана архиереями нашей Церкви. И сумели не только умело вести корабль церковных, но и, исполняя свой архипастерский долг, спасать свою душу, храня личное благочестие. В соборный день памяти святых своих предшественников святейший патриарх московский Ивсия Руси Кирилл совершил литургию в главном храме страны. Его святейшество сослужил ряд архипастерей, духовенства Москвы и московской митрополии. За литургией состоялась хиротония архимандрита Никандра Пелишина, председателя финансово-хозяйственного управления московского патриархата, воепископа Наруфа Минского, векария святейшего патриарха московского Ивсия Руси. Апсиос! Богослужебное песнопение исполнили за литургией два хора из делегатов Третьего Международного съезда регентов и певчих Русской Церкви, а также лауреатов и участников Патриаршего Международного фестиваля духовной музыки «Свет Христов», проходивших в эти дни в Москве. За литургией указом святейшего патриарха и на основании определения синода епископ Псковский и Порховский Арсений в связи с назначением главой Псковской митрополии был возведен в сад митрополита. По окончании богослужения святейший владыка напутствовал депископа Нарафаминского Никандра на служение и вручил ему архиерейский жезл. В центре архипастерского служения не слава, но крест. И ты очень скоро это почувствуешь. Как и каждый, кто ответственно, не думая о своем, а отдавая все силы, служит Господу в архиерейском сане. Не почести и комфорт, но смирение и ежедневный подвиг ради пользы ближних, доколе не изобразится в них Христос, опять-таки по слову апостола. А потому, как верно замечает святитель Иоанн Златоуст, никто не может быть так способным к принятию власти, как душа любомудрая и умеющая, и вот теперь особенно обрати внимание, умеющая сострадать. По традиции новый епископ преподал верующим первое архипастерское благословение. Затем предстоятель произнес проповедь и поздравил всех с праздником, особо приветствуя тех, кто, будучи мирянами, посвятили себя Господу и замечательному служению, украшению храмового богослужения, церковным пением. Хотел бы подчеркнуть огромное миссионерское духовное значение вас, вашего служения, мои дорогие регенты, псаломщики и те, кто поет в церковных хорах. Надеюсь, что традиция русского хорового церковного пения не пресечется, потому что эта традиция и само это пение стали уже важной частью нашей национальной и даже мировой культуры. Но если даже не говорить в категориях культуры, еще раз повторю, это очень важная часть нашей духовной жизни. И тех, кто молится, кто слушает хор, и я еще раз настаиваю на том, что и тех, кто в хоре поет. И пусть помогает нам всем Господь, каждому на своем месте, архиерею на своем, священнику на своем, дьякону на своем, служителям церковным на своем, а тем, кто благоукрашает богослужение пением на своем месте. Быть ответственными пред Богом и сознавать, что мы с вами не на работе, а мы на служении. И не каким-то высоким начальником, а самому Господу и Спасителю нашему. В завершение богослужения во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе патриарх наградил почетного научного руководителя Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Радия Ивановича Илькаева орденом преподобного Сергия Радонежского первой степени. Прошли торжества, посвященные собору святых Челябинской митрополии, а также прославлению в лике святых священномученика Василия Носова. Праздничные богослужения возглавил митрополит Ташкентский и узбекистанский Викентий. Владыке сослужил сон мархиереев и духовенство Челябинской и Екатеринбургской митрополий, представители Сербской православной церкви, Православной церкви Черских земель и Словакии, а также Православной церкви в Америке. На прославление священномученика Василия Носова прибыли и его многочисленные потомки. Подробнее о событии расскажет следующий сюжет. Празднование Собору Святых Челябинской митрополии официально появилось в календаре Русской Церкви в 2020 году и отмечается либо в День памяти священномученика Петра, митрополита Крутицкого, 10 октября, если это число совпадает с воскресным днем, либо в ближайшее воскресенье после него. Теперь в Собор Святых Челябинской митрополии включен священномученик Василий Носов. Он стал первым угодником Божиим, причисленным к лику святых по инициативе Челябинской епархии. На литургии состоялось его прославление в лике святых. После малого входа из алтаря вынесли икону святого и было оглашено решение о его канонизации. В связи с постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви от 24 августа 2023 года в журнал номер 63 включить имя священника Василия Носова в поименный список Собора Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Память священномученика Василия Носова совершать 21 сентября по старому стилю, 4 октября по новому стилю, в день его кончины. Также было зачитано «Житие святого», после чего митрополит Викентий со словами «Святые священномученики Василия, моли Бога о нас!» благословил молящейся иконой, на которой изображен угодник Божий. Евангелие, которое священномученик держит в левой руке, говорит о том, что он посвятил свою жизнь проповеди Слова Божия. Красный цвет ризы и крест в правой руке символизируют мученический подвиг отца Василия. Отец Василий исполнил в своей жизни главную заповедь о любви к ближним, о любви к Богу. И еще заповедь одну выполнил, которая дала ему силы, как говорит нам Господь, непрестанно молитесь. Он всегда молился, где бы он ни находился. И когда его спросили, что ему дало силу, претерпевать нечеловеческие страдания на Беломорканале, а вы знаете, там больше погибло людей, чем было вырублено лесом. Он сказал, что он всегда молился Иисусовой молитвой и постоянно призывал Царицу Небесную. И вот это дало ему силы претерпеть и пострадать за Христа. 20 лет священник нес крест исповедничества за Христа. Терпеливо переносил испытания, растил детей и поддерживал верующих. А в 1937 году его расстреляли. И вот спустя десятилетия отец Василий признан святым. По завершении литургии состоялся молебен собору святых Челябинской митрополии, прочитанный молитвой и величанием. Затем митрополит Ташкентский и узбекистанский Викентий поздравил молящихся с Днём памяти святых Южного Урала. В проповеди Владыка отметил, что на земле Уральской совершилось великое торжество победы добра, веры над неверием. В жизни этого дивного святых, угодника Божия, священномученика Василия, мы видим, что он победил неверие, победил зло, победил ненависти, зависти. Он стал победителем всякого земного зла и приобрел великую радость и великую честь Царства Божьей. Владыка отметил, что для всех прославление священномученика – радостное событие, так как пример святого подвигает и нас жить в вере и благочестии. И об этом мы можем молиться святому Василию. О том, что святость достижима, отметил в своей проповеди и митрополит Челябинский-Миаский Алексей. Главное, чтобы мы были верными в Песку, верными в тех заповедях, которые Господь нам даёт, и чтобы вот эта верность, она служила на пользу нашей ближней, нашей душе, нашей Божьей, нашей Церкви. Петрополит Алексей поблагодарил приехавших архиереев и всех, кто прибыл на праздничное богослужение. Всем участникам торжества были вручены буклеты, посвященные жизни угодника Божия и его иконочки. Мемориальную доску священномученику Иоанну Рижскому открыли в поселке Макшан Пензенской области. Борельеф размещен на стене Михаила Архангельской Церкви, где владыка Иоанн более ста лет назад совершил единственную службу. О сохранении исторической памяти Юлия Шевырева. Когда владыка Иоанн в 1919 году на Михайлов день служил в этом храме литургию, он и не предполагал, что спустя столетия здесь будет находиться его икона. Теперь и Борельеф с памятной надписью о той единственной службе и четырёх днях пребывания архипастря на Макшанской земле. Владыка Иоанн – это тот человек, который сумел найти в себе силы, волю, для того, чтобы противостоять одновременно многим направлениям и бывшему архиепископу Владимиру Путяти и власти, которая была настроена антирелигиозно. Все эти тёмные силы, они как бы не помешали владыке совершить здесь свой прекрасный подвиг на Пензенской земле. Владыка Иоанн возглавлял Пензенскую кафедру менее трёх лет. Это были годы ярого богоборчества и внутрицерковного раскола. Даже в возглавляемой им епархии, чтобы выехать на богослужение в соседний с Пензой Макшан, нужно было получить особое разрешение от власти. После этого визита он был арестован, и, как вспоминали старожилы, тогда уже никто не верил в его возвращение. Но владыка не опустил рук и мужественно противостоял раскольникам и самозванцам. Был символ сохранения веры. И это был символ того, что русская православная церковь жива, и она продолжает приносить людям то, для чего она и создана. Это любовь и любовь к Господу, и чувство единения, дружбы. Памятный барельеф выполнен пензенским скульптором Валерием Кузнецовым по фотографиям, которые удалось собрать церковным краеведам. Дело в том, что эта церковь исторически и культурно очень значимый объект, поскольку здесь служили выдающиеся пастыри в церкви. Этот храм открылся в 1945 году. Сегодняшнее событие – это выражение общей любви всех пензенцев к своему святому. Свой мученический подвиг владыка совершил в Латвии, куда был направлен священноначалием после Пензе. Он был жестоко убит в ночь на 12 октября 1934 года в Лисс Риге. Чтобы память наших новомучеников осталась, что владыка – он как наш ангел-хранитель. Потому что он не только… Может, многие не знают, что он здесь и был, и служил. Теперь будем знать. Фрагмент облачения, в котором погребли святого, поруч, сейчас хранится в Спасском кафедральном соборе Пензе. Частица мощей находится в алтаре первохрама, освященного патриархом. А в Петербургском музее современного искусства арт-муза работает выставка «Воин и святой» Александр Невский. Все живописные полотна и графика – творение одного автора. Помимо самого благоверного князя, посетители выставки могут увидеть и его дружинников, друзей, соратников, и, конечно же, противников со шведской стороны. Подробнее далее в сюжете. Это поединок Александра Ярославича с шведским ярлом. Предположить, это был Биргер. Александр был молодым, амбициозным. Шведский ярл тоже был молодым, амбициозным. А сейчас он такой же символ Стокголем, как Александр символ Санкт-Петербурга. И покровитель Санкт-Петербурга. Вот тогда они встретились на этом событии. Александр, согласно летописи, поставил на лице шведского предводителя печать. Копьем. Поставил острый копьем своим печать. Возложил печать на лицо. То есть он его ранил. Не убил, но ранил. Оставил отметину. Евгений Юрьевич поясняет свой художественный замысел на примере центрального полотна в экспозиции. Автор выставки «Воин и святой» работал над темой по меньшей мере 10 лет. За это время он убедился в мысли, что времена ледового побоища для нас скорее мифы, нежели реальность. Поэтому герои его полотен приобрели подчеркнутые реалистичные черты. Хотелось напомнить им об этих событиях, об этих героях. Например, герои Невской битвы, они вообще не упоминаются практически никогда. Хотя их имена дошли до нас. Это реальные имена реальных людей с 13 века. Не только имена, но и описание подвигов. А дети сейчас, как мне кажется, воспитываются на других героях совершенно. Они своих героев забывают. И когда они видят в видимых образах таких людей, абсолютно похожих на них, таких же людей, которые так же, как и они, сражались, мечтали, о чем-то любили. И им становится понятнее, что это были живые люди, а не придуманные герои. Живопись исторического жанра обязывает художника к определенным условностям. Посетители выставки могут увидеть творческий поиск автора от наброска эскиза до готовой картины. А также проследить некую преемственность от одного российского правителя к другому. В ходе изобразительных рассуждений художника мы видим портрет императора Петра с ковчегом для мощей святого Александра Невского. Петр I создает Российскую империю. Александр Невский старался объединить русские земли, защищал их от нападнических различных наступлений и врагов. И такой еще момент. Оба были хорошими политиками. Они знали, где нужно, соответственно, воевать, а где нужно договариваться. Выставка воины святой Александр Невский побывала во многих городах России. А в Музее современного искусства продолжат свою работу до середины ноября. А в Алма-Атинской епархии прошла ежегодная олимпиада по географии среди воспитанников воскресных школ. Каждый год в центре внимания организаторов находится фигура одного из ученых-исследователей. Кому были посвящены интеллектуальные состязания в этот раз и на какие вопросы предстояло ответить школьникам сюжет из Казахстана. По благословению митрополита Астанайского и Казахстанского Александрна приходит церковь в честь Владимирской иконы Божьей Матери станции Чималган Республики Казахстан. Состоялась олимпиада по географии среди воспитанников воскресных школ Алма-Атинской епархии. Перед началом интеллектуальных состязаний состоялась научно-популярная лекция кандидата географических наук Владимира Уварова. Она была посвящена 500-летию окончания первого кругосветного плавания испанской морской экспедиции под руководством Фернана Магеллана. По окончании лекции участникам олимпиады были предложены вопросы по географии на знания школьниками темы «Земля как планета». Важно, что во время проверки работ членами жюри состоялся разбор задания олимпиады. Его провела автор казахстанских школьных учебников по географии и познанию мира – Галина Головина. Когда дети работают с интересом, следовательно, они интересуются. Им интересно познавать мир, познавать окружающую среду, общаться. Очень приятно было видеть, как старшие помогали младшим, как старшие старались младших, чтобы они ответили и получили маленькие сюрпризики. Это не только познавательный момент, это большой воспитательный момент. Знаток своего предмета Галина Евграфовна предложила юной аудитории увлекательный рассказ о месте нашей планеты в Солнечной системе, ее форме и размерах, а также движении земли, смене дня и ночи и времен года. Свой рассказ заслуженный учитель Казахстана иллюстрировал подтверждением приводимых фактов на глобусе. Самый высокий балл набрала Алиса Панова, воспитанница воскресной школы Владимирского храма. Также высокие результаты показали Кирилл Филиппов и Евгения Корниенко из воскресной школы Христорождественской церкви. Этот конкурс был интересен тем, что вопросы были и сложные, и легкие, и отвечали и взрослые, и дети. И у всех все получалось, и я вот занял первое место. И рассказывали интересно, и показывали интересно, еще конфеты даже раздавали. Вопросы были нетрудные, тоже интересные. В общем, мне все очень понравилось. Призами участникам Олимпиады стали справочники по географии, переданные Библейским обществом Казахстана. Под Санкт-Петербургом в Невском лесопарке на территории этнопарка «Усадьба Богословка» прошел первый фольклорный фестиваль «Покрова на Неве». Праздник начался с богослужения в Покровском храме, которому исполнилось 15 лет. Подробнее в сюжете наших коллег с берегов Невы. 25-купольный храм деревянной церкви Покрова Пресвятой Богородицы Патриаршая Подворья построен и освящен в Невском лесопарке 15 лет назад. Своим обликом он оживляет прототип утраченной шедевра церковной архитектуры Покровский храм в село Анхимово Вологодской области. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы на территории Богословки прошел приуроченный к престольному празднику фольклорный фестиваль. Покров для нас праздник особенный. И в какой-то момент мы, проанализировав ситуацию, поняли, что нет у нас в Петербурге фестивалей, приуроченных к этой дате. Хотя действительно праздник потрясающий. И в крестьянской среде он имел огромное значение. И сейчас он очень почитаемый. То есть вообще Покров у нас в стране, да, это, наверное, один из любимых праздников. На фестиваль приехали фольклорный этнографический коллектив из Нижнего Новгорода «Птица жар», петербургский мужской ансамбль «Братина», старейший коллектив «Домострои», детские горницы и другие. Каждый представил традиции разных областей нашей страны. Мы взяли направление именно с точки зрения популяризации традиционной культуры на этнографические образцы. То есть нам интересны в первую очередь и коллективы, которые поют этнографию и ходят в этнографии, и знают про этнографию. Нам интересны материалы, да, то есть локальные традиции различных сел. Не обработки ни в коем случае, а именно подлинная традиция, которая собиралась в экспедициях, которая звучит до сих пор за столами у бабушек. Хоть красива да бедна, Плохо я, о, де-та, Ой, не кто замуж не берет Девушку за это. В рамках фестиваля открылась выставка народных костюмов под названием «Клети». Клеть – это кладовая в избе. Пинежский костюм – это Архангельская область. Каргопольский костюм – это тоже Архангельская область. За вашей спиной находится Великоустюгский костюм – это уже Вологодская область. Этнопарк, усадьба, богословка – уголок живой истории. Здесь фольклор не просто собирают, им живут. Здесь вот вы видите, что много очень всяких экспонатов, которые свидетельствуют о культуре, о русской культуре. И действительно много людей интересуется. Это какой-то вот действительно для многих бывает толчок к изучению нашей родной культуры. К сожалению, этого у нас сейчас не так часто встретишь. Музей крестьянского быта в усадьбе «Богословка» ждет гостей по выходным. А сам Этнопарк и Покровский храм открыты каждый день. В Москве в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и Всеаруси по развитию русского церковного пения состоялся галоконцерт фестиваля «Свет Христов». В музыкальном вечере приняли участие ведущие хоровые коллективы, исполняющие русскую духовную музыку. Подробности в сюжете. Жемчужина мировой культуры. Духовная музыка объединила хоровые коллективы на сцене зала церковных соборов. В галоконцерте фестиваля «Свет Христов» выступил сводный хор столицы. В его составе Московский синодальный хор, хор Московского Богоявленского собора в Елохово, хор «Артас» – храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево. Фестиваль проводится по благословению Патриарха с 2021 года и успел уже завоевать признание и любовь зрителей. В этом году он сопутствует Третьему международному съезду регентов и певчих русской церкви. Регенское дело, дело, которое совершают певчие в наших храмах, имеет прежде всего миссионерское измерение. И пение, наверное, как ничто другое красноречиво свидетельствует о Христе, потому что музыка имеет огромное воздействие на сердце человека. И красота вообще позволяет, красота пения позволяет нам глубже проникнуть в те слова, которые исполняются и которые для нас являются и словами священного писания, и передают догматические положения. Зрителями голоконцерта стали жители и гости столицы, в том числе делегаты из 50 епархий, прибывшие в Москву для участия в съезде. В числе участников – регенты и певчие общин русской церкви из Казахстана, Белоруссии, Австрии и Великобритании. Встреча в Москве – это не только общение и обмен опытом, это поиск путей развития русской духовной музыки. Церковно-певческое искусство развивается, в хоры вливаются новые молодые голоса. Это как профессионалы, так и любители. И сегодня создаётся много новых современных произведений русской духовной музыки. Эти композиции очень интересны и отражают душу и такое мировосприятие современного человека. Но так как это музыка духовная, все эти поиски, они обращены ко Христу, обращены к Богу. И через это мы чувствуем связь с предыдущими поколениями регентов и певчих. Съезд был посвящён памяти Сергея Рахманинова – 150-летию со дня рождения композитора. Поэтому гала-концерт открылся избранными песнопениями из всеночного бдения. Это произведение композитора признано вершиной Московской школы духовной музыки. Концерт не обошёл вниманием, конечно, этого события, как и съезд. И на съезде были доклады представлены исследователей творчества Рахманинова. А сейчас люди могли услышать номера из всеночного бдения Рахмайна, которые требуются уже большого хора. И, к сожалению, понятно, в силу разных обстоятельств, не все хоры могут его исполнить. Тем более церковные хоры. И это здорово, когда из церковного хора, от сводного хора, сегодня три хора было, люди могли услышать это всеночное бдение. В концерте принял участие праздничный хор Данилова монастыря. Коллектив участвует в богослужениях во главе со Святейшим Патриархом. Концертная деятельность хора разнообразна и носит просветительский характер. ПЕСНЯ 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 Порадовала зрителя встреча с объединенным хором Свято-Троицкой Сергеевы Лавры и Московской Духовной Академии. Выступил ансамбль колокольной музыки «Колокола России» и гости из Нижнего Новгорода. Вокальный ансамбль «Светоч» Храма Вознесения Господня. В Хельсинках отметили праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Этот день является престольным праздником местного прихода Русской Православной Церкви. О самом приходе и о торжествах – следующий сюжет. ПЕСНЯ Православный храм, расположенный в районе Мункиниями, уже в 70-й раз отмечают свой престольный праздник. Божья Матерь слышала молитвы вопиющих жителей Константинополя и, конечно же, откликнулась на это и пришла за своей помощью с тем, чтобы спасти народ православный, православно верующие и уповающих на ее помощь и заступление. Духовное родство объединяет две православные общины в Хельсинки. Никольский и Покровский приходы были основаны в 1926 году. Тогда город назывался Гельсингфорс, и там возникла группа православных верующих. Они стали основой Никольского храма. В то же время в Выборге, который тогда был в составе Финляндии, возник Покровский приход. Приход в декабре 1926 года возник. В мае 1927 года история была нераздельна, потому что все мы были сначала в одной общине, под одним настоятелем общины, отцом Григорием. Светловским. Потом дальше постоянно была дружба. И когда из Выборга в Гельсингфорс в ходе войны переехал сюда Покровский приход, всегда мы были вместе. Во время Советско-финской войны в 1939 году церковная утварь Покровского прихода была эвакуирована вглубь Финляндии. А в 1940 году, сначала во временном помещении в Хельсинки, Покровская община возобновила богослужение. Приходу здесь уже с огромной традицией, вот таким, может быть, светочем даже для многих наших соотечественников и не только соотечественников, проживающих в столице Финляндии. И со своей стороны свидетельствую, насколько Вы свое пасторское служение осуществляете достойно. В 1951 году путем многолетнего сбора пожертвований община смогла приобрести в собственность участок с домом на окраине Хельсинки. Тогда же было начато возведение храма, который 1 февраля 1953 года был освящен. Не случайно наши благочестивые предки основали этот храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, ибо каждый из нас чувствует на себе защиту и покров Божией Матери. На протяжении вот уже 40 лет Вы несете в этом храме свое священческое служение. И хотел бы просить Вас молиться обо всех, потому что Божия Матерь слышит эти молитвы и зовы к ней. И не посылает на всех, не только лишь на членов Покровской общины, не только лишь на жителей столицы Финляндии, города Хельсинки, и всей Финляндии, но и верим, что краешек этой ризы, этого Покрова Божией Матери простирается и на Стокгольм. В советские годы храм Покрова Пресвятой Богородицы в Хельсинки был единственным православным храмом в Западной Европе, где богослужение совершалось ежедневно и куда заказывали поминания со всего мира. Такой запомнилась уходящая неделя, и теперь коротко о том, какие важные даты церковного календаря ожидают нас на предстоящей неделе. Завтра, 23 октября, день памяти преподобного Амбросия Оптинского, а 24 октября всех преподобных отцов в Оптиной пустыне просиявших. 25 октября день памяти святителя Мартина Турского, праздник перенесения из Мальты в Гатчину, части древа Животворящего Креста Господня, филермской иконы Божьей Матери и десной руки Иоанна Крестителя. Также в этот день празднуются и Иерусалимская, и Калужская иконы Божьей Матери. 26 октября праздник Иверской иконы Божьей Матери. 27 октября день памяти преподобной Пороскевой Петки Сербской. 28 октября Димитриевская родительская суббота святителя Афанасия Сахарова и епископа Ковровского. 29 октября день памяти мученика Лонгина Сотника, святителя Иоанна Максимовича, митрополита Тобольского и преподобного Галла Гельветийского. На этом время нашей программы подошло к концу. «Прибывайте с Богом». Всего вам доброго.